Станислав Воскресенский встретился с омбудсменами. Татьяна Шмелев защищает права человека с весны этого года. О своих проблемах жители Ивановской области пишут, рассказывают на личных приемах. За семь месяцев текущего года уже больше полутысячи обращений. Чаще всего на нарушение своих прав жалуются осужденные их родственники, инвалиды и пенсионеры. Свежий пример. Буквально на днях был организован прием граждан в Кенишме. Вопросы были и по нарушению прав граждан в жилищном праве, также по оказанию помощи в медицине. Очень важная тема, знаете, она превалирует у нас в последнее время. Это семейные конфликты, я бы сказала, даже насилие в семье. Мужчины наши ведут себя очень агрессивно. Были подняты вопросы неуплаты алиментов. Здесь же сразу были подключены наши приставы. Но многие темы удалось решить сразу во время приема. Одно обращение касалось некорректного поведения врачей. Станислав Воскресенский предлагает и пациентам относиться к медикам лояльнее. У нас некоторые терапевты по 30 человек в день принимают. Да не некоторые, многие по 30 человек в день. Поэтому понятно, что эмоциональная нагрузка сильная. Нет хорошей всей этой жизни. Поэтому здесь всем нам надо будет помогать, налаживать работу. Прежде всего, первичного звена здравоохранения. Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Кианская считает встречу с губернатором началом разговора. Проблемные вопросы проговорили без журналистов. Затрагивали вопросы школьного питания и договорились о том, что в этом году качество школьного питания, в том числе и общественный контроль, это те темы, которые мы будем совместно и обсуждать. И еще одна тема, связанная с детьми-сиротами, это не только жилье, но и опекунское пособие. Поэтому сегодня разговор, он закончился многоточием, потому что те проблемы, о которых мы говорили, Станислав Сергеевич хочет вникнуть более глубоко, посмотреть, просчитать. Для того, чтобы, ну вот, собственно, понимать, куда двигаться. Речь также шла об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых школах с применением там технологий инклюзивного образования. 1 сентября за парту сядут 400 особенных ребят. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.